Всем привет! С вами Виджа и Чак. Надеюсь, вы готовы поглощать новую информацию в виде наших интересных, горячих и актуальных новостей. Тогда мы готовы вещать. Настраивайтесь на нашу чистоту и будьте уверены, вы не зря проведете время. В каком городе сбылись мечты Ании Плетневой? Кого озвучила Глюкоза в новом мультике Макса Фадеева? Поклонники каких городов смогут увидеть шоу Александра Когана? Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Не года без хита. Кажется, именно этот девиз как нельзя лучше стоит отнести к одним из главных хитмейкеров нашей страны, группе Винтаж. Несмотря на то, что за долгие годы существования группа сумела выработать свой уникальный стиль, они совсем не против экспериментов. И даже наоборот. После ошеломительного успеха их хита на песню «Москва» Анна Плетнева и Алексей Романов представляют новый супер-хит в дуэте с одним из самых известных российских диджеев «Смэш». Что еще удивительнее, речь снова пойдет об одном из крупнейших городов. О каком именно, узнаем прямо сейчас. Все чаще и чаще наши звезды стали прибегать ко всевозможным дуэтам с известными диджеями. То ли в поиске нового музыкального течения, то ли дань моде. Но пока одни только планируют, другие делают. Город, где сбываются мечты. Группа Винтаж презентовала уже третью совместную работу с одним из самых популярных диджеев не только нашей страны, но и Европы – «Смэш». Имеющую все шансы повторить успех их совместных предыдущих хитов. «Ереван, где сбываются мечты» поет Анна Плетнева. Почему именно «Ереван», спросите вы? Вот и нам стало интересно. Ну она вот меня толкает, на самом деле, конечно, ее сердце поразило. Анна, как попала в этот город, она сразу влюбилась. И там сбылись все ее мечты. Все мечты. Не давай меня прошу, я же взрослая женщина, замужная. Зачем? Так или иначе. Я же мать. Почему «Ереван»? Потому что «Ереван» – это город, в котором сбываются мечты. Это моим тысячам друзьям армян, которых я люблю, и я не могу уже не написать в них песню. В честь них, да, песня? Ну, конечно. В честь города и моих друзей. Чтобы пришедшие гости смогли поистине прочувствовать всю атмосферу наикрасивейшей страны Армении, главным блюдом вечера стало не что иное, как шашлык на мангале. Впрочем, учитывая, как всегда, жаркий и откровенный наряд Анны Плетневой, блюдо оказалось как нельзя кстати. Мы очень удивлены, мы никого не звали. Напросили сами. Не, правда, я искренне говорю, серьезно. То есть, мы думали, у нас будет такой между собойчик, а получилось светское мероприятие. Ну да, но если к нам пришел даже сам скутер, то признаться удалось. И если группа «Винтаж» решила посвятить свою песню именно «Еревану», то среди пришедших звездных гостей мнения о любимом городе сильно разделились. Я родом из Украины, из города Киева, и, конечно же, весь самый большой отпечаток в моей жизни отыграл именно он в моей жизни. Там была моя и первая, и самая настоящая пока что любовь, и самые такие восхитительные эмоции, связанные у меня, конечно, с городом Киева. У меня много таких городов. Москва, я в нем родился и впервые влюбился. Тбилиси, куда я ездил к бабушке и дедушке. Город моего сердца – Лондон. Расскажи, почему? Маленький секрет. Я вам расскажу, потому что я туда попал, когда мне было 20 лет, и свое английское совершеннолетие я отмечал в столице Великобритании. Там случилась моя красивая, незабвенная любовь. Какая, не скажу. Это моя родина, город Сочи. Тем более, что сейчас, как вы понимаете, Сочи стал еще чище, красивее. В общем, да, есть. И когда есть хотя бы два-три свободных денечка, я еду на родину. Презентация клипа в дуэте «Сосмэ» стала настоящим сюрпризом для поклонников группы «Винтаж». Ведь, как выяснилось, группа активно анонсировала выход клипа на совсем другую композицию. Сейчас ситуация в том, что если ты много работаешь, то ты стоишь на месте. Нужно работать в тысячу раз больше, чтобы сделать хотя бы один маленький шажочек вперед. С такими планами группа «Винтаж» грозится стать по-настоящему главными артистами года, чего мы им и желаем. А премьеру нового клипа смотрите совсем скоро на Russian Music Box. Максим Фадеев наконец-то осуществил свою мечту. Известный российский продюсер, музыкант и композитор снял мультфильм под названием «Савва. Сердце воина». Кто такие Пусик, Фафл и Анга, узнайте прямо сейчас. Все начинается со сказки. Много лет назад Макс Фадеев написал для своего сына волшебную историю о сердце воина. И теперь она превратилась в полнометражный мультфильм. Все началось с того, что я делал сказку, написал сказку для своего сына. Ну тогда было 8 лет. Теперь, ну, 18 лет, я специально попросил выйти на сцену, а теперь вот он вот такой. А был вот такой симптом. Над работой Саввы Сердцевой натрудились многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Вот, например, Глюкозе досталась роль озвучить весьма необычного персонажа. У меня очень веселый персонаж, Пусик. Его зовут. Он такой мягкий, розовый, пушистый. Ну, примерно, примерно как я. У него частая смена настроения. Он то веселый, то вредный. То, на самом деле, он очень добрый, но иногда он бывает таким каким-то пакостливым. Ну, все только потому, что он очень хочет дружить. Я Пусик. Он еще немножко картавит. А вот, собственно, и сами персонажи мультика. Пропустить свой дебют они просто не смогли. Ребят, ну вы тут ходите, пугаете гостей, чтобы никто не прошел на премьеру, или вы добрые? Мы добрые. Мы всем даем фотографироваться, всем наклички даем. Так. Только вот этот, тот меня хотел ударить, она же своим врагом. Это почему ты хотела ударить ее? Ну, потому что он добрый, а мы злые в мультике. Но мы добрые, на самом деле. Потрясающий мультик, который я ждала очень много лет, который создавался при мне, и Макс мне рассказывал, Фадеев, эту гениальную идею, когда еще мальчик, сын его был совсем маленьким. Поэтому я очень хочу посмотреть, что сегодня получилось. Уже в Америке озвучили этот мультик Шерон Стоун, Вупи Голдберг и много голливудских других звезд. Он уже, как бы, запланированы премьеры во всем мире. То, что все очень старались, это факт. Ну и хочу еще отметить нашего пришедшего к нам, супродюсера Федина, Марчука. Это вообще мой такой названный крестный отец. В смысле, мы, он, именно он дал мне толчок в девяносто первом году. Мультик Саучи зрителей, что всего можно добиться. Стоит только захотеть этого всем сердцем. На собственном примере режиссер доказал это. Столько лет он мечтал, и вот, наконец, его задумка сделать мультфильм воплотилась наяву. Первый гастрольный тур для артиста – это всегда как-то чуть больше волнительно. Поэтому к своему шоу «Я жду звонка» Александр Коган подошел со всей ответственностью. Сам певец, конечно, высказал свои идеи и пожелания, но решил больше довериться профессионалам. Перед тем, как отправиться по городам нашей родины, Александр устроил генеральный прогон программы и пресс-конференцию, где ответил на все интересующие вопросы. Подробнее наш корреспондент Антон Пискорский. Первый гастрольный тур для артиста – это как первый сентября для первоклассника. Все впервые, все интересно и иного. Музыканты постоянно думают и размышляют, все ли сделано как надо. Хорошо ли настроен звук, слаженно ли танцует балет, как звучит голос. Один сплошной стресс. Каждый из них хочет удивить и порадовать своих зрителей. Александр Коган сейчас переживает именно такие эмоции. Артист готовится к своему первому туру «Я жду звонка». Музыканты все свое время сейчас посвящают репетициям. Репетиция хорошо проходит, немножко все в таком режиме. Ничего не успеваем, но в принципе все хорошо. Я-то готов, просто все остальное еще нет. В преддверии старта певец устроил пресс-конференцию и генеральный прогон для представителей СМИ и самых преданных поклонников. Александр ответил на все интересующие вопросы, рассказал, какие города посетит и эксклюзивно для собравшихся продемонстрировал несколько номеров из своего шоу. Это будет первый раунд нашего промо-тура. Мы посетим только четыре города, к сожалению, но потом после четырех городов – это Ярославль, Орел, Воронеж, Тулы. Мы потом возьмем паузу, немножечко все проанализируем, и я тогда решу, когда уже буду продолжать гастроли по всей нашей необъятной стране. Собравшиеся поклонники увиденным остались довольны и даже смогли вызвать Александра на бис. Коган исполнил еще одну песню, раздал автографы, сфотографировался и продолжил репетицию. Но уже за закрытыми дверями. Все шоу целиком уже скоро увидят жители четырех городов, а остальным поклонникам остается надеяться и верить, что продолжение тура Когана коснется и их город. Как Нюша готовится к встрече Нового Года? Какой клип Гарри Гурита решил снять в группе Маяковский? Что связывает Линду и группу Queen? Уже завтра в 19.00. Не пропустите! На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте сходить в наши официальные группы ВКонтакте, в Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. С вами был Диджей Чак. Соблюдайте позитив! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова